Про абрикосы. Друзья, посмотрите, какие благодарные и обильные растут абрикосы в нашем суровом сибирском климате. Вкус их ничем не отличается от южных. И сейчас пришла пора их собирать. Мой опыт выращивания абрикосов начался с Абакана. Там есть сорта очень хорошие, которые прекрасно зимуют в тех суровых условиях, где зима достигает минус 45 градусов. Но, как оказалось, температура не является главной причиной смертности и невыживаемости абрикоса. В данном климате, где я живу, зима немножко теплее, и максимальные температуры зимой достигают минус 38 градусов в точке, где я живу. Но при этом я высадил около 15 абрикосов на своем участке. Раздал соседям и те, кто со мной рядом живут, больше 100 абрикосов. Но по факту выжило в этом месте только 4 абрикоса. Изучая причины их гибели, в итоге появилось понимание условий, которые необходимы для абрикоса. Крайне важно, чтобы его корни в зимний период промерзали. У нас большое количество осадков снега выпадает примерно на такую высоту. Бывает чуть-чуть больше, бывает чуть-чуть меньше. Но суть в том, что земля под снегом не промерзает. Она остается в температуре близкой к нулю, но не замерзшая. Это проверяется тем, что если откопать снег и воткнуть лопату, то земля копается. Удачная зимовка абрикосов оказалась только в тех местах, где есть подпорная стенка. У меня вход в погреб, и для того, чтобы он не сыпался с боков, здесь сделаны подпорные стенки из камня, залитые бетоном. И вот на высоте больше метра от земли посаженные в склоны абрикосы хорошо зимуют. Вместе с ними хорошо зимует войлочная вишня. В других местах она у нас не зимует, также она выпривает. Что такое выпривание? Абрикос, как и многие деревья, живут по циклам природы, когда есть отливы, приливы, сокодвижение к почкам и обратно. И получается так, что в марте лунный цикл начинается такой, что корни начинают качать соки из земли. Эти соки поднимаются по коре, встречаются с минусовыми температурами, и кора лопается, отодвигается от ствола, нарушается сокообмен, и этот момент называется выпривание. То есть косточковые чаще всего у нас выпривают. И получается, что абрикос у нас зимует при хорошем промерзании корней в зимний период. Если бы не было подпорной стенки, здесь бы был навален снег, этот снег бы позволял земле не промерзнуть, корни бы качали, абрикос бы умирал. Что и получилось с остальными сотнями абрикосов, которые я высаживал в этой местности, и они благополучно не прижились. Ну и, естественно, главная угроза сада любого, хоть в Абакане, хоть на юге, хоть у нас, это возвратные заморозки. Когда наши фруктовые деревья цветут, и случается мороз больше, чем минус 2 градуса. Днем, ночью, неважно. И в этот период тогда наши цветочки обмерзают и отмирают. Дереву это никак не вредит, но плодов у нас в этом году не будет. Для этого есть некоторые способы защиты в виде костров, в виде поливаний. Но это уже совсем другая история. А теперь дождь из абрикосов. Мы постелили специально соломку, там, где была открытая земля. Солома выполняет несколько функций. Первое, она защищает абрикосы от грязи, смягчает удар, и, соответственно, абрикосы остаются целее. И самое главное, по совместительству солома является мульчирующим материалом, который позволяет самому растению чувствовать себя лучше, быть более здоровым, крепким и радовать нас, садоводов. Мы создаем благоприятные условия для жизни растений, а растения создают благоприятные условия для нашей жизни. Такой вот симбиоз людей и растений. Собирая абрикосы, я их раскладываю в три корзинки. В одной корзинке лежат абрикосы, которые могут дозревать, которые твердые, которые могут спеть еще день, два, три. В другой корзинке находятся абрикосы, которые мягкие и требуются сегодняшнего уже с ними. Какой-нибудь цикл переработки, например, в заморозку, в еду, либо в компоты, в варенье. И последнее, это то, что имеет какую-то ранку, немножко подгнившие. Их, скорее всего, просто собираем для того, чтобы из них получить косточки. А из косточек новый посадочный материал. Спасибо тебе, абрикосик. Добрый друг. Продолжение следует...